Моя родина Сибирь необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка. Так, Николай, давайте сначала начнем. Я не могу запомнить ваше отчество. Ну, Хайдарович, Хайдарович. Вот, Хайдарович, а то такое для меня тяжелое запоминание. Слушаю вас. Кстати, живете, сразу живете, в Подмосковье живете. Да, в Подмосковье, на границе с Тверской областью. Ага. Поехали. Вот мне один товарищ, который ведет телеграм-канал там, спрашивал, он здесь недалеко, у нас в Тверской области живет, говорит, как у тебя листья сбросили абрикосы? Вот. И вот он, говорит, как раз выложил там, какие восточные, какие западные, вы ответили ему. Да. Вот. Правильно все сказали, что, мол, кто у них папа, кто мама, хотя родители вроде как у вас это западные. Вот. А косточки, вот косточки, даже один и тот же, например, Дарний Бес там или Королевский. Вот, одни, первый год прямо видно, как они уходят. Одни раньше уходят в спячку, то есть больше крови вашей. Другой, другая, ну, восточной. А другие уходят позже. И это первый год. На второй год эта разница сглаживается, но все равно она видна. Вот. И вот по перчикам я заметил очень сильно, которые там культурные кино, я говорю, из магазина косточки, у меня есть такие, 3-4 дерева. Вот. А ваши перчики уходят на зиму уже все горенькие, намного раньше. То есть они у вас там недаром в Сибири жили, я так понимаю. Правильно понимаете. Вот. И сглаживает этот эффект, сглаживается. И, значит, вот еще хочу. У меня сейчас 300 косточек на руках. Я-то здесь заражаю вашим вирусом некоторых. Вот. Вот две девушки поддались. Один товарищ, который вам деньги тогда на фильм прислал, ему 100 косточек прислали. Вот. Вот буду помогать им. Часть я буду склассифицировать, а часть мы хотим посадить по методу Латинкова. Когда земля чуть-чуть... Итак, ваш брат сажает. Сажал, я с ним разговаривал. Хороший у вас брат. Дай бог тоже здоровья. Вот. И так вот посажу по... Уже когда с ней эта земля прихватится, посажу между брусочком и песочком сверху. У нас сырая земля, так что песок никогда у нас не просохнет. У нас не бывает. В этом году, правда, засуха была. А так не бывает. У нас глина. Так что в глине... Я вообще ваши сиенцы в этом году дождей не было, ни разу не поливал. Ни ваши, ни яблони, ни груши. Ничего не поливал. Потому что в этом году не до этого было, вы знаете. Да. Вот. И, значит, все равно нормально. Выкапываю сейчас сиенцы. Хочу зимней примиркой заняться. Потому что в феврале, многое это время, в марте, выкопаю... В теплице сейчас прикопаю. В опилках. И потом... А в теплице у меня нормально. Выкапывается спокойно. В любую зиму. Вот. Выкопаю понемножку, штук по 10. И буду прививать. И сразу можно в 5-литровой сажать. Баклажки. У меня терраска холодная. На терраску... Ну, сначала, в общем, когда почка проснется, а потом уже в холод. Так что вы молодец. Некоторых заражаете своим вирусом, дай бог. Побольше. Спасибо. Крыватое выражаете. Да. А чего же? Там коронавирус какой-то. Здесь другой вирус надо распространять побольше. Вся беда в том, что молодежь, пока она мани-мани не почувствует, ничего не хочет делать. Только деньги. В первую очередь. И вчера с Зайкой я разговаривала... Ой, Зайкой, как его? С этого вас? С Семеном. С ваш тоже. Семеном. Вот. Вот тоже пропадает деревня, все уходят туда-сюда, поговорили. Ну, в общем, я особенно про политику не сам. Он с ним тоже послал. Есть такой в Псковской области, но это уже 6 лет назад. Он давал вебинары от садовод. Акеев. Акеев, да. Тоже такой же, как вы, забытый, науке не надо. Он придумал столько изобретений. Ужас. Я знаю его. Он... Я знаю, знаю. Вот, кстати, доктор наук, это не шутки. Агеев. Да, и... Агеев Агеев, да. Он доктор наук. И вот у него есть семинары. 8 семинаров, где он из монастыря учил. Как там резать, как черенки, вот, как приливать. У него там интересная трехножка. Вот, три по двое разной местности. И пускай этот привой сам выбирает, на каком корне ему расти. Это здорово. Вот, то же. Вот, мне жалко таких людей. Это уже... Это бриллианты. У нас в России, я считаю, бриллианты. Их надо искать. Их добывать. А у нас бросили все. Блин, просто обидно. И так кругом. Это в авиации так. Это не только садоводки. Я всю жизнь в авиации поработал. И видел. Из десяти докторов наук, девять с половиной ничего не понимают. В двигателе. Ноль. Только языком. Ой, беда. Не знаю. Будем заражать. Будем заражать. Вот на следующий год там и с районного центра ко мне приедут. За абрикосами. Вот, еще хотел посоветоваться. Я не хочу пока сейчас... Ну, немножко привью. А так хочу на корне солнценность получить любые абрикосы. Пускай они горькие будут. Не будут. Я знаю. Ни одного. Я знаю. Это я так, утрированно. Утрированно говорю. Вот. Ну, получить с этой местности, я говорю, нет у нас. Нигде нет абрикосов. Нигде. Я не видел. Вы меня шокировали. В Сочи нету. В Ростовской области нету. А в Астрахани нету. А еще и в Подмосковье нету. И одна у Макарова есть. У Макарова есть. Я у него был в том году. Да, но в этом году у него... В том году прихватило все. И в этом году. Урожая не было. Вот. Вот эти землеройки гребаные. У нас вот... У меня мышей таких нету, которые сверху бегают. А вот эти землеройки грызут. Ну, зато, знаете, как интересно получается. Они вот яблоньку сгрызут, но не до конца. Сверху. Я так присядно говорю. Клодовинный... Это... Вегетайзер теплевой получается. Я эту палочку торнул в теплице в том году. Пять штук. И все корни дали. Вот. Привил и посадил на самое низкое место, где воды... Это... Наоборот. Где вода ближе. Ну, да. Где вода ближе. Ну, мне низкая такая. Я вам показывал. У меня участок. Вот. Так что... Ой. Ты знаешь, вы знаете, вот... Ну, здесь человеку это, как вот смотрел чудо-палово. К нему приехали бабульки. И вот он показывает, как он все накрывает. Он же там все накрывает. Это же надо было видеть, сколько у него там накрыто. Это все. Все. Яблони, груши, виноград и персики. И вот он начинает им объяснять. Ну, разве этим женщинам можно объяснить, а? Угу. Ой, как трудно. Он, бедный, уже устал. Он же сигарету за сигаретой сигарет. Ой. Это просто... Некоторым людям бесполезно объяснять. Надо с самого начала. И на личном примере. Вот я походил сегодня трём семьям абрикосы. Вот. Они удивляются. Как же они быстро растут? Вот. А в одной... Это какой? Абрикос купленный. И вот эти купленные сволочи, эти привои на лыче. Ой, как же они мучают этот абрикос. Ну, родные. А родные корни, что же они питают? Они за год вырастают больше, чем этот абрикос вырастет за три года. Хотя и резать надо. Я просто не стал резать. Хочу вашу привить на эту лычу. Посмотрю, что получится. А вот интересно, на второй год может абрикос почки цветочные заложить? Конечно, может. Даже больше того. Вот у меня есть фотография. Массовая закладка почек. Первый год прививки. Это нормально для... Берем двухлетний подвой. Вот. Берем ветку, естественно, с плодносящего дерева. И подвой почти взрослый. И привой взрослый. А сеянцы по три почки уже. А сеянцы? Сеянцы. Сеянцы второй год. Тут вы этот феноменальный товарищ. У вас редкий случай. Сеянцы... Я обратил на пяти, на самых мощных, которые уже на два с половиной метра. Вот. Значит, заложены две маленькие почки с края. Ну, это после второго года. На второе лето. На второе лето. На второе лето. Это уже кое-что. Но и ничего хорошего. Знаете как? Соспичный коробок, такие стволы. Я сейчас вас это немножко охладю. Не вас, а тех, кто учит людей побыстрее. Давайте мы сейчас дерево... Есть такое... Берешь секатори, и есть такой прием, называется перевод ветки. С роста на плодоношение. Я понимаю, что вы говорите. Я этим не занимаюсь и тоже на вашей стороне. Нет, так, а я все равно... Да, правильно. Но там просто искалечил дерево, вот оно быстрее закладывает, так. А у вас даже просто бывает, как сказать-то. Ему может быть чуть-чуть не уюта. Но у вас такой огромный... Да, конечно, у меня глина, а у вас совсем другой грунт. Может быть, из-за этого. Может, из-за этого. Конечно, неудобно, потому что не даром у меня из 60 и 10 погибли. Но, правда, зима была нехорошая. Просто как-то... Это еще ничего. Ну, сейчас еще 200. Вот вчера запучился эти бирки вешать из пивных бутылок. А знаете, что, вот еще хотел посоветоваться. Знаете, вот вы... Там многие говорят, вот это... Снег надо отгребать. Вот я так думаю, что в нашей зоне, где снег, ну, как и у вашего брата, где под снегом бывает земля не замерзшая. Я считаю, что наоборот надо, да, пока земля не проморожилась, осенью, в начале зимы отгребать снег, пока не замерзнет земля. И, пускай на мерзлую землю, тогда ложится снег. Ну, а этот прием старый, известный. Вы просто сами, видимо, дошли до этого. Да. Потому что в том году быстро замерзла земля и лег снег. А в этом году кисель. Вот у нас дожди сейчас. Вчера снег немножко выпал. Дожди перед этим сутки были. И там кисель. И если ряжет снег на такую землю, абрикосам будет очень плохо. Да. Сейчас только я отвечал человеку на такой же вопрос. Знаете, мне очень неудобно. Вот у меня тут здесь прямо на экране, с краешку чуть тронешь этот самый. Получается, люди увидят много чужих телефонов. Это плохо. Сейчас попробую найти. Очень хитрым способом. Ага. Сейчас. Читаю. Читаю, читаю. Может быть, даже на экране будет видно. Итак. Добрый день. Немного, а наболевшего. Вот буквально, да, это так и просится. Ну, да, да. Тему. Как будто специально. Добрый день. Немного, а наболевшим. Это рядом с вашим вот этим. Вот ваша и вот его это. Телефон. Посадка на холмы, как показывает практика, не везде хорошо. Вы же знаете, что я фанатик про холмы. Не везде хорошо, пишет автор. Я так посадил, и в итоге под каждым холмом машинные норы. Соответственно, корни сгрызены. И второе очень сильно нагревается летом. Так, теперь что получается? Я ему так ответил. Дайте я его сейчас, прямо как я ответил. Сейчас я включу. Ладно. Почему тема-то больная, это, о посадке речь. Почему? Потом мы про ваш глину еще поговорим. Сейчас, секунда. Тогда, если вы живете там, где нельзя справиться с мышами, может быть, действительно, яд на них не действует. Вот. Может быть. Еще какие-то причины. Но имейте в виду, именно груши, именно абрикосы сгнивают, даже будучи посажены не в ямке, которую я проклинаю, а даже на ровном месте. Вот кусочек разговора. Вот. Теперь так. Значит, вернемся к этим глине. Значит, если глина глине рознь, ее не зря называют суглинком и прочими вариантами, получается так. Беру крайний случай. И я сейчас, смотрите, через несколько минут, затклю часа этот самый, этот самый, который записывает. Я снаружи записываю плохой звук у этого компьютера. Поэтому я эти видеокамеры снимаю. Так вот. Значит. Я такое место видел под Москвой. В ваших же краях. Там вообще одна сплошная глина. Вот. Ничего не растет. Тут уж деваться некуда. КамАЗ. Хорошая земля. И хорошие кучки по кубу по полтора. И вот интересно, когда вот посадишь в этот куб. Ну, естественно, размазанный в виде пологого холба. Ну, я сто раз показывал такие фотографии. И после этого корни вживаются именно в этот холм. То есть здесь уже вариантов нет. А потом они все равно осваивают глину. Но пусть постепенно. Пусть не так быстро. Но они перестраивают структуру глины. И я убеждался. Проходит 5-8 лет. Копаясь глину. Нету глины. Представляете. Под деревом глины вообще нету. А вот под смородины и то. Земля другая. Да. У меня там вдоль смородины штук 50, наверное, кустов насажено. Вот так она. Я на ней не ухожу. Но все равно каждый год урожаю. Я уже не собираю ее. И я как-то здесь выкапывал. Там глина должна быть. А там все черное, 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 черное. Вот, вот, вот. А люди этого не знают. Представляете. В глине выкапывают огромные, огромное пространство. Обычно метр на метр на метр. Обычно. И советы такие же. Ну и что там, вода будет стоять в этой яме? Так а люди-то не понимают этого. Что они делают бочку с водой. Снизу, снизу закрывают, якобы, снизу якобы дренаж, якобы закрывают, чтобы снегу влага не подступало. А она с неба падает. Ой, что смеяться надо. Константин Ильич, знаете, вот я просто заметил так, что у нас в глине я в этом году капусту ни разу не поливал. Я ее спрятал в траве. У нас американка такая есть. В траве капуста была. У всех сгорелых, кто полол эту капусту. А у меня осталось хорошие кочаны. Понимаете, не надо у нас особенно вообще поливать. Помидоры почти ни разу не поливал, только в начале, когда дать рост им. Вот в этом грунте. Жара была, вот никогда такой не было у нас это, как у засухи, как в этом году. Глина не бывает сухой. Любую. Выкопните на штык лопаты глину, она всегда сырая. И она дает влагу, роса. А трава это вообще, это роса, она кормит все. Каждый день роса, и это все подкормлено. Так, Николай, значит, вот эту тему пока закрываем. Знаете почему? Заканчивается последняя минута. Я не собираюсь с вами расставаться. Я сейчас ее сам отключу. Так, удобно. И вот сейчас говорю спасибо, кто нас слышал. Хотите продолжение? Сейчас мы с Николаем Жабалдиновым включим вторую серию. И все, я отключаюсь. Продолжение следует...